Здравствуйте! Я попробую так говорить, если не хватит громкости, я возьму микрофон. Хорошо. Спасибо. Я, получается, продолжаю предыдущий доклад, он был в ромеопии, мы сейчас возьмем здесь. Я считаю, глаз очень удобен для исследования нам как научных целей, потому что, в отличие, допустим, от похожей темы, это стоматология, мы с ними получаем долго, 6 месяцев, 8 месяцев, год, 2 года, брекет-системы 2-3 и дольше. С офтальмологами получается все гораздо быстрее. Мой соавтор – это офтальмолог, коллега Ужеярского партнерства. Наша статья опубликована в российском уступительном журнале, если вам интересно, вы можете его найти, почитать, посмотреть полный объем этой статьи, и, учитывая время, я постараюсь сейчас просто крупными мазками быстро рассказать о том, что мы сделали и почему мы это сделали. Статью рекомендую, учитывая, что получится. Так получилось, что, будучи первично судебно-медицинским экспертом, я относился очень скептично ко всему, что мне рассказывают любые специалисты, какими бы они не были воодушевленными на то, что они делают. Но остеопат, с которым я столкнулся в 2008 году, как пациент, он очень быстро избавил меня от правосторонней верхней квадрантной гемианопсии. Быстро это за один раз. Что меня вывело просто в какой-то ступор. Я не понял, что вообще происходит. И, будучи воодушевленным его эффектами, я стал экспериментировать. И первые же эффекты получал на астигматизме. И вот прошло много лет, мы вернулись все равно к этой же теме. Астигматизм. И мы показали, насколько это может быть эффективным. И, как уже коллеги обсуждали, что работа офтальмолога со ступопатом, она точно эффективнее, чем просто работа офтальмолога. Если у вас такого опыта не было, я вам очень рекомендую, потому что это очень быстро происходит. Происходит другой вопрос стойкости, но это немножко другой вопрос. Но то, что мы можем получить быстрый эффект, измерить его аппаратными средствами измерения и показать пациенту, что это работает, или родителям ребенка. То есть с глазами работать можно, это очень реалистично, ничего там сложного нет, как мне кажется. И от души рекомендую вам брать на вооружение то, что мы сейчас обсуждаем. Напомню, что такое астигматизм, а может для кого-то, и это будет новинку. Потому что я сам много лет не мог понять, что такое астигматизм. Что это вообще такое? Я мог понять миопия, гиперметропия, ленивый глаз. Но что такое астигматизм, я никак не мог понять. И вот это определение, которое мы использовали, используем в докладах, оно тоже вообще ничего не проясняет. Это просто какой-то набор слов, эмитропия и так далее. Суть в том, что глаз не может иметь идеальную сферу, это невозможно. И из-за того, что он имеет большее искривление, либо на роговице, либо на глазном яблоке, всем, то по двум, я для упрощения говорю, по двум противоположным осям не происходит по одной из них эмитропная рефракция. То есть не приходится этот объект на сетчатку в точку. Если мы говорим про обычный миопичный глаз, или гиперметропичный, то фокус приходится либо перед сетчаткой, либо за, то здесь по одной из осей так. Что очень важно, потому что мы говорим, что основной метод коррекции – это очковая коррекция. Дети очки носить большинство не любит. Это так. А еще хуже. Ребенок растет, ему надо подбирать очки, которые он еще не носит. Так вот, очки, которые используются для коррекции астигматизма, они более сложные. Это цилиндр, это дороже, это сложнее объяснять, почему их надо все время подбирать, и ребенку тяжело их подбирать. Вспомнили, что такое астигматизм? Актуальность, мы уже сейчас только что говорили, очень большая. Там более миллиона детей имеют нарушение зрения, нарушение рефракции, другие нарушения, включая астигматизм. Почему тяжело астигматизм выделить? Да потому что он не выделяется в какую-то мононозологическую единицу. Он сопровождать будет миопию, или гиперметропию, или еще что-нибудь. Поэтому так. По взрослым, на самом деле, если посмотреть работы по взрослым, их немало уже по глазам, по детям похуже. Это определило нашу актуальность, почему мы с детьми занимаемся. Цель исследования была оценить эффективность остеопатического компонента в комплексном лечении детей со астигматизмом. Очень простой дизайн этого исследования, то есть брались дети младшего школьного возраста, 40 детей, 7-11 лет. И одних детей лечили теми средствами, которые сейчас приняты в офтальмологии, а вторую группу детей, мы ее называли основная, они также применяли врачи офтальмологические методы лечения астигматизма, и остеопатическое лечение было. Астигматизм мы любой брали, критерии исключения были, мы не брали травмированный глаз с механической травмой, мы не брали другую, какую-то сопутствующую тяжелую неврологическую ситуацию, потому что там еще усложняет только мы, мы брали простой, сложно гиперметропический, сложный миопический астигматизм, смешанный астигматизм, то есть вроде бы как для и родителей, и педиатра, и офтальмолога это такая монопроблема в глазе, но на самом деле это не так, но все-таки они так думают. Вот две группы, комплексное лечение и стандартное лечение. Остеопатические методы обследования все мы знаем, все мы их используем, это стандарт. В офтальмологии, чем удобна офтальмология для остеопата? Там есть аппаратура. Это не просто субъективно, вот мы считаем, что это так, вот получше стало, получше стало, да, получше, но это не серьезно. Здесь есть методы исследования, которые можно распечатать, сделать какую-то фотофиксацию всего этого, картирование, сделать, распечатать на ленте, и это объективно и не зависит практически от исследователя. Сейчас выношу за скобки качество исследователя, мы это не обсуждаем, оно должно быть качественным. Что здесь еще интересно, ну это осмотр, рефрактометрия, кератометрия, это офтальмологические исследования, не буду забивать голову. Вот очень важное исследование, это КЧСМ, это исследование критической частоты слияния мельканий. Есть мнение, что дети некачественно проходят это исследование. Нормально они его проходят. Мало того, есть этот аппарат, марка этого аппарата, который выглядит в виде машинки, и у него мигают фары. Так они даже с удовольствием играют, даже более младшего возраста, чем школьного. Суть этого исследования в том, что он может помочь нам оценить утомляемость глаз. В чем проблема? Проблема в том, что ребенок действительно редко жалуется на нарушение зрения, потому что он может и не знает, как оно должно быть. А он что будет делать в школьном возрасте? Ввиду того, что он утомляется быстрее при астигматизме, он меньше читает. Мы говорим, они мало читают. Но они мало читают по разным причинам. И если в этот список причин еще добавить то, что он еще и видит плохо, и от этого устает, они вообще перестают пользоваться зрительным анализатором, потому что это очень тяжело. Он же не может книгу отодвинуть бесконечно, как экран монитора, или еще что-то сделать. Он либо будет читать, либо он читать не будет. Раньше в нашем детстве говорили, у тебя плохое зрение, потому что читаешь. Было такое? Да. Сейчас говорят, что потому что в девайс смотришь. Исследование позволяет оценить утомляемость. Вроде бы показатель не преломления, но он очень важный, потому что он такой неврологический. Ну, статистические методы понятны. Лечение у нас, в общем-то, все сводилось к тому, что мы лечим этих детей, как лечили любого другого ребенка. Это не так, что астигматизм, значит, крути глаз. Или гиперметропический, значит, там, давить на глаз. Нет, это не так. Лечение все равно в любом случае, ну, в статье там мы чуть-чуть вильнули в угоду наукообразия, но в этом нашем закулисном состоянии, могу сказать, лечение каждого ребенка было индивидуально от того, что он к нам пришел. А не потому, что надо при астигматизме тянуть оболочку или работать со швами костей в глазнице. Это не так. Ребенка мы все равно лечим полноценно. Контрольная группа это были дети, которые не получали у нас никакого лечения и пользовались только теми методами, которые предлагают офтальмолог. Как вы думаете, у кого больше эффект? У мотивированных пациентов или у немотивированных? Мотивированных. Мотивированный. Ты ему говоришь, давайте вы еще с глазами к нам будете ходить. Он говорит, да ну, времени нет, мы и так ездим из-за города. И, короче, вот в этой контрольной группе тут немножко есть такой слабый аспект, что, наверное, она и менее мотивирована. Но так как глаз это вещь, измеряемая оптическими средствами, то это можно вынести из-за стопки. Мы же не про зрительный нерв, говорим не про затылочную кору. Это чисто оптометрия. На оптометрии у нас такие результаты. У вас есть ребенок, у этого ребенка есть стигматизм, вы его лечите и смотрите с офтальмологом параметры. Есть какой-то определенный спектр дисфункций, сейчас мы не будем туда углубляться, которые касаются региона твердой мозговой оболочки, головы и грудной клетки. Вот такой набор. У меня вообще была идея, что, наверное, что-то еще с крестцом должно быть или с печенью, но мы не нашли. Может быть еще так. Вот уже коллега говорила, что у нас осмотры от офтальмолога прописаны месяц, три, год, а в промежутках ничего не происходит. Ребенок не будет говорить, что у него что-то двоится. Он не понимает вообще этого. Он просто может быть по поведению, мы заметим, что он утомляемый, что он меньше любит смотреть книжки, читать. На этом можно заподозрить, что имеется астигматизм. Ну и это можно объективизировать аппаратными средствами. Результаты у нас в группе детей, получавших комплекс наличения, это с остеопатическим, с нашим, статистически значимая, более выраженная, чем в контрольной группе, позитивная динамика показателя старты зрения без очковой коррекции. То есть, понятно, да, что можно и без очков уже лучше видеть, это прекрасно, а можно и в очках. Нельзя так сказать, что, а, он все равно в очках остался, значит, он видит плохо. Там нет такого плохо, хорошо, у него, допустим, показатели остроты зрения, рефракции, они улучшились, но, допустим, какие-нибудь другие показатели функции зрения не улучшились. Такое может быть. Ему все равно в очках ходить. Это нормально. Это не значит, что от нас ждут какого-то исцеления, что вы можете там, чтобы человек вообще в эмитропию пришел. Ну, такое тоже бывает, но это очень сложно. Графически сейчас быстренько пробегусь, чтобы это было видно, как это улучшается, разные показатели. Особенно это видно в основном в контрольных группах это с коррекцией. Вот такая разница. С очками эти дети, ну, естественно, их надо каждый раз подбирать, подбирать. Это минус. То есть, они говорят, да вот, мы только что очки подбирали, мы им говорим, посмотрите, у вас показатели улучшаются, и очки надо носить, но те очки, что вы носили, уже не подходят. Они говорят, да мы заплатили, там 15 тысяч опять покупать, да опять. Как уже здесь упоминалось про стоматологов, откуда проблема из зубов на все или со все на зубы, то же самое с глазами есть. и мы применяли и постуральные тесты, и ингибиции тесты, и очки сняли, одели, посмотрели, и в позе Ромберга посмотрели. Есть разница. То есть, иногда бывает так, что это очевидно, не проблема, источник ее не в глазах, не в глазах. Вы можете использовать тесты ингибиции и быстрее этому ребенку помочь, чтобы не тратить время на малопродуктивное лечение. Времени на самом деле не очень много, надо быстро сокращать. Ребенок растет интенсивно, его надо как-то побыстрее лечить. Объективное уменьшение величины астигматизма. Понимаете, когда мы родителям показываем, они говорят нам, да, вот что мы ходим к вам месяц, два, три, полгода, что это дает? Мы говорим, сходите сейчас к офтальмологу, мы посмотрим, что было, что стало. Это действует очень хорошо. И нам хорошо от этого, потому что у нас тоже бывают этапы эмоционального спада, кажется, что я вообще делаю непонятно вот это последние 15 лет, чем я вообще занимаюсь? Оставался бы я на прошлой работе. Но когда мы видим результат, это нас как-то подогревает, и родителей подогревает, просто эффекты-то они же не цирковые, они сильно размазаны во времени, и вот такого что там, не ходил-пошел здесь не будет, но объективно аппаратами и средствами можем показать, что мы эффективны. Утомляемость у детей в нашей контрольной группе объективно снижается, это показатель утомляемости. Ребенку становится лучше с нашим лечением. Здесь опять можно сказать, может ему стало лучше по каким-то другим причинам, но мы не можем сравнивать красное с деревянным. Мы вначале брали один метод исследования и в конце используем его же. А наш фокус нашего лечебного воздействия, все-таки учитывая больше половины было действия офтальмолога, направлено на глаз, на орган зрения. Выводы. оценка остеопатической коррекции коммерчесной терапии аномалий и рефракции у детей мало исследований. И я не понимаю, почему. Потому что это гораздо удобнее, чем работать с оценкой стоматологического статуса. Это гораздо быстрее и измеряемо. Поэтому призываю вас поддержать это движение, работать с офтальмологами. и мы будем эффективнее. Лечение остеопатическое с офтальмологическим достоверно, статистически достоверно эффективнее, чем мода лечения, которое устоялось на сегодняшний день. Ну и собственно все. Спасибо вам большое.